Те люди, которые были в 80-е, они все вышли из простых советских музыкальных школ. Музыкальная школа, хотите вы этого или нет, это основа музыкальных грамот. Без неё никуда вообще шагу ступить нельзя. Сегодня с огромным количеством, так сказать, интернета и сетевых возможностей можно просто включить в ютубную школу и начать заниматься. Но для того, чтобы гитарист его не начал заниматься, он должен быть просто умалишённым. В отсутствии культуры, ну в нашей стране, к сожалению, отсутствует культура. У нас всё время находятся какие-то... То у нас 17-й год, наступил неожиданно. То у нас наступил 91-й, и всё разрушилось, понимаете. Нам всё сломали, и мы 20 лет были в полной заднице. Поэтому наши дети не занимались, не росли, не бежали, не нюхали. Спортсменов нету, родители в это время пили, родились уроды. Теперь они не могут выигрывать, понимаете. Так же с музыкантами ничего не происходит. Я вам хочу сказать, всё у нас получится. Понимаете? Мы всё время повторяем. Мы хотим этого лета, электрогитаря — это не наше дело. Понимаете? Мы вот, знаете, в хоккее 50 лет выигрываем, а коньки и шлемы у нас и клюшки иностранные до сих пор. Вы понимаете? Мы уже перестали выигрывать. Нет, ну мы подожди. Мы 50 лет играем в первой тройке всё равно, но тем не менее мир играет не в наших клюшках и в наших коньках, а мы играем в чужом. И это, кстати, и будет так продолжаться, потому что до тех пор, пока мы через забор всё-таки не перешагнём. Как только через забор перешагнём, всё у нас получится. Сейчас эти 20 лет, которые гитаристов нету, да, условно говоря, и музыкантов, потому что нету... Сейчас новая вообще волна музыки, новая... Сейчас диджей-музыкант, понимаете? Он сейчас всё... Ну, я не знаю, как это устроено. Я его спрашиваю, ты можешь вот тебе нотки? Он говорит, нет, нотки нет, не надо. Нотки нет, не надо, значит, нет и ничего вот этого, ничего, о чём вы говорите, и не будет. Не говорите. Я...